Сегодня у нас выборы, избираются там всякие сенаторы, конгрессмены, многие какие-то местные губернаторы. Вот на сегодняшний день, вот в Америке политика меняется постоянно. Вот каждые два года картина меняется, каждые четыре года президент перезбирается, опять очень сильно меняется. Для эмиграции, я сейчас говорю только про эмиграцию, да. Когда пришел Трамп, ну мне кажется, он уже только ленивый, не знал и не слышал о том, что он делал всякие ужасные изменения для эмиграционной службы, каждый день какие-то были приказы и все. Сейчас идет такая оттепель, вот хорошее слово по-русски есть, оттепель, потому что сейчас Байден, они быстро сейчас пытаются пропихнуть много всяких хороших изменений. Сейчас самое время подавать на убежище. Я не знаю, как мне докричаться до людей. Сейчас самое лучшее время подавать на убежище. Как представители ЛГБТ, если вы из Украины, по политике, если вы из России, потому что уже много лет, вы можете сейчас подать на убежище, потому что все в худшую сторону в стране изменилось, и теперь точно вас там будут преследовать, и точно вас будут преследовать. Через два года, скорее всего, это мое мнение, будет республиканин. Потому что не забывайте, что кроме эмиграции Америка, большая страна, тут здесь много других проблем. Все обычные американцы, я сейчас не говорю о эмиграции, но вот обычные люди, граждане США, которые голосуют, они уже просто не могут. Вот здесь сейчас очень поднялись все цены на еду, на квартиру, ну, на все. Раз. Экономика идет вниз очень сильно, сейчас быстро два. Очень сильно поднялись все ставки на кредиты, чтобы купить жилье. Но, да, это всегда индикатор того, что сразу же упали все продажи и покупки домов, квартиры, недвижимости. Экономика постепенно переходит в ресессию в Америке. В этом году будет ресессия, в А3. И обязательно будет республиканский президент. Все будут недовольны и винить президента. Я сейчас не говорю свое личное мнение, а я рассказываю то, что я читаю в американской прессе постоянно. То есть, когда будет республиканский президент, опять начнутся какие-то репрессии против эмигрантов, опять начнутся какие-то плохие изменения. Поэтому, ребята, у нас остался очень маленький срок, на самом деле, два года, чтобы что-то успеть сделать. Поэтому я призываю, если у вас есть какие-то мысли, приехать в Америку. Сейчас реально можно перейти границу и попасть сюда. Еще года полтора назад даже такой возможности не было. И через два года границу закроют. Здесь республиканцы открыто говорят, что они будут строить стену Трампа и закончат ее, и перестанут всех пускать. Поэтому, если вы сейчас думаете, ехать, не ехать, через два года можно уже даже не думать. Некуда ехать будет.